Уже не первый год в Кустанайской области наблюдается острый дефицит кадров в агропромышленном комплексе. Хотя в регионе есть 10 колледжей, которые готовят специалистов для этой сферы. Только в прошлом году из этих учебных заведений выпустилось более полутора тысяч агрономов, ветеринаров, зоотехников, механизаторов и других специалистов. Но проблема не решается. Неоднократно Аким области подчеркивает слабое взаимодействие сельхозтоваропроизводителей с колледжами. Так, за два года целевой госзаказ по заявкам 42 предприятий размещен в 23 колледжах с охватом около 1400 человек. Однако на сегодняшний день только 8 или 19 процентов сельхозпредприятий участвуют в целевой подготовке кадров. За два года обучением охвачено всего лишь 154 студента или 11 процентов от общего количества. Местные сельхозтоваропроизводители считают, что в учебных заведениях студентов мало мотивируют на работу по специальности и тем более в селах. Кроме того, предприниматели отметили, что учащиеся не заинтересованы даже в прохождении обязательной практики в течение учебного года. Мастера производственного обучения, они не хотят выезжать в село. Я говорю, дайте 4 студента, мастера дайте, я ему условия обеспечу, жилье, все прочее. В комбайне, ну, в комбайне класс, да, джангиры. Поработайте, позанимайтесь. Кто-то потом кому-то понадобится. Нету, инертно. В прошлом году, например, с кино парень был, ну, 250-300 тысяч заработная плата в месяц. Он убежал, пошел в ресторан официантов. Айман Ибраева отметила, что сейчас самый эффективный способ трудоустроить студентов и привлечь новых сотрудников – это заключить договор между студентом, колледжем и предприятием, который обеспечит молодого человека во время учебы работой, а предприятие – нужным специалистам. Мы готовы идти, у нас слабо идет целевой заказ, то есть, когда сам руководитель своего предприятия заказывает под себя специалистов. Мы плачем, мы обучаем. И вот такие программы образовательные мы готовы разрабатывать. Сейчас должна быть уже точечная работа. Также сейчас очень популярна дуальная форма обучения, то есть 60% практики студент проходит на производстве, а 40% теорий – в стенах колледжа. Таким образом, за последние два года более 3000 человек смогли наработать себе трудовой стаж, будучи студентами. Поэтому колледжи планируют и дальше развивать это направление.